Сегодня отечественное медиапространство взорвало сенсационные новости о задержании известного продюсера Иосифа Пригожина при попытке пересечь государственную границу с крупной партией драгоценностей. Событие произошло в международном аэропорту Шереметьево, когда продюсер направлялся в одну из стран Европы. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание. По словам очевидцев, при прохождении таможенного контроля сотрудники обнаружили у Пригожина ювелирные изделия и драгоценные камни, вес которых значительно превышал допустимые нормы для частной перевозки. Те оперативные сотрудники сообщили, что в багажах продюсера находились не только дорогие украшения и бриллианты, но и редкие камни коллекционного уровня, ценность которых исчисляется миллионами евро. Однако на момент задержания у Иосифа Пригожина отсутствовали необходимые документы, подтверждающие право на вывоз столь дорогостоящих предметов. По данным представителей таможни, не было предъявлено ни таможенной деклараций, ни сертификатов на ювелирные изделия. Сотрудники аэропорта, заметив подозрительное поведение продюсера, решили провести более тщательный досмотр его багажа. Как утверждают источники, обыски проходили в усиленном режиме. Помимо традиционного сканирования багажа, была проведена процедура проверки с привлечением служебных собак, что указывает на серьезность подозрений в нарушении законодательства. Официальные лица сообщают, что общая масса обнаруженных ювелирных изделий составила более 5 килограммов, что значительно превышает допустимые нормы для личного провоза через границу. Драгоценности сразу же были изъяты, а сам продюсер задержан на месте и доставлен в помещение временного содержания. Вопросы, связанные с нарушением таможенных правил и отсутствием документов на ювелирные изделия, вынудили правоохранительные органы взять Пригожина под стражу на несколько часов. На данный момент известно, что он дал предварительные объяснения, в которых утверждал, что не имел умысла на нарушение закона и не знал о необходимости наличия документов для выезда с такой партией ценностей. Источники. Близкие к продюсеру утверждают, что драгоценности, обнаруженные в его багаже, были подарками и семейными реликвиями, которые он собирался вывезти за границу для проведения оценки и продажи на аукционе. Однако представители таможенной службы опровергают эту версию, указывая, что для таких действий необходимо было заранее оформить разрешительные документы и задекларировать перевозимые ценности в установленном порядке. Ткущие обстоятельства инцидентков остаются под вопросом. В правоохранительных органах заявили, что проверяют не только происхождение драгоценностей, но и возможные нарушения финансового законодательства. Существует версия, что ювелирные изделия могли быть связаны с усклонением от уплаты налогов или участием в схемах незаконного вывоза капитала за границу. На данный момент рассматриваются несколько версий того, откуда и с какой целью Пригожина оказалась такая партия драгоценностей. Параллельно с этим возникла информация о возможной связи между задержанием и личными или деловыми конфликтами продюсера. Некоторые анонимные источники в индустрии утверждают, что у Пригожина в последнее время возникали серьезные финансовые трудности, и он мог пытаться продать драгоценности для покрытия долгов или инвестирования в новые проекты. Однако сам продюсер по предварительной информации категорически отрицает любые намерения, связанные с незаконными действиями. Правоохранительные органы не исключают возможности того, что задержание Пригожина может быть частью более крупного расследования, связанного с незаконным оборотом драгоценных камней и предметов роскоши. В рамках этого дела будут проверены контакты и деловые связи продюсера, а также возможные аффилированные лица, участвовавшие в перевозке ценностей. Кроме того, следователи намерены выяснить, были ли данные украшения частью более обширной схемы или преступной группировки, занимающиеся вывозом драгоценностей из-за предела страны. Несмотря на то, что после нескольких часов пребывания под стражей Пригожина освободили, расследование продолжается. По информации от его адвокатов, продюсер сотрудничает с правоохранительными органами и готов предоставить все необходимые документы и объяснения. Впрочем, эксперты отмечают, что отсутствие документов на момент задержания может привести к серьезным правовым последствиям. В случае, если будет доказано нарушение таможенных правил, Пригожину может грозить крупный штраф или даже уголовное преследование. Новость о задержании мгновенно облетела интернет и вызвала резонанс в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают случившиеся, строя теории о том, как драгоценности оказались в руках продюсера и как он мог не учесть юридических нюансов. Некоторые предполагают, что инцидент может быть частью крупного скандала, связанного с миром шоу-бизнеса и незаконными финансовыми операциями. Другие же уверены, что ситуация была преувеличена и драгоценности действительно могли быть семейными реликвиями, которые продюсер просто хотел вывести на оценку. Тем временем представители шоу-бизнеса также не остались в стороне. Многие из коллег и друзей Пригожина высказали свою поддержку продюсеру и выразили надежду на скорейшее разрешение ситуации. Они утверждают, что Пригожин всегда был честным и порядочным человеком и случившееся лишь досадное недоразумение. Тем не менее, некоторые инсайдеры намекают на то, что у продюсера были определенные финансовые трудности, которые могли подтолкнуть его к опрометчивым действиям. Расследование инцидента продолжается и в ближайшие дни следствия обещает предоставить больше информации. Специалисты уже начали экспертизу изъятых драгоценностей, чтобы определить их происхождение и реальную стоимость. Помимо этого, будет проверяться возможность их участия в аукционах или иных коммерческих операциях, что может пролить свет на намерение продюсеру. Эксперты в области права подчеркивают, что даже если драгоценности были приобретены законно, отсутствие соответствующих документов на момент пересечения границы уже является нарушением. Таможенные правила предусматривают обязательную декларацию товаров, стоимость и вес которых превышают установленные пределы, а также требуют наличия сертификатов на все ювелирные изделия. В случае нарушения этих норм виновное лицо может столкнуться с серьезными санкциями. Пока ситуация остается в подвешенном состоянии, адвокаты пригоженно уверяют, что он готов полностью содействовать следствию и предоставить всю необходимую информацию для урегулирования конфликта. По их словам, продюсер надеется, что дело удастся решить в кратчайшие сроки и намерен впредь внимательнее подходить к оформлению документов при пересечении границы. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей.